Микс Ньюс Программа «Синяя мам», Олег Пек в студии Обычно мы всегда говорим о кино И даже вот в эти сложные коронавирусные времена Когда кинотеатры были закрыты Каким-то образом ухитрялись что-то Найти какие-то новости, поводы, инфоповоды Сейчас в нашей программе Все-таки мы больше поговорим Ну, не только о кино, скажем Но о сферах очень смежных И сегодня в нашей студии гости Которое все-таки к кино имеет Самое тоже непосредственное отношение Режиссер Мария Доволюков Здравствуйте, доброе утро Хотел сказать, добрый день Добрый день Я, может быть, хотел бы начать с того Что насколько кино и театр Являются антагонистами Многие сталкивают их, говорят о том Что общую мысль проводят, что кино остается на века Театр вот что-то сиюминутное Живущее здесь и сейчас И вот это остается только в памяти зрителей Которые пришли на спектакль Вот учитывая ваш опыт Что вы и в принципе в дипломе записаны Как актриса театра и кино И снимали сами как режиссер картины Вот есть ли это противоречие И ведь, наверное, у каждого творца Все-таки есть тщеславная мысль Желание остаться в памяти потомков И как будто бы ведь кинематограф Дает эту возможность Поскольку фильм остается Его можно в любой момент снять с полки Посмотреть А театральная постановка Она как будто бы вот прошла Отыграли, разошлись Господа артисты И все кончилось Знаете, тут несколько, мне кажется, моментов есть Первый Это то, что это вообще Совершенно разный подход Я бы даже сказала Вообще разные профессии Если мы говорим о работе в кино И о работе в театре Как сказать Это разная подача Вообще В первую очередь актера Потому что Если в театре Мы, грубо говоря Немножко плюсуем То есть нам нужно донести текст Нужно, чтобы это было Чтобы он летел Чтобы зритель на дальнем ряду Где-то услышал Нужно пробить его энергией Нужно пробить его с собой И если какой-то слом Или что-то пошло не так Ты не можешь ничего остановить Это вот здесь И теперь И сейчас И сию минуту происходит В кино Совершенно другая история Просто в принципе Как тема Это, во-первых Чем больше ты плюсуешь Тем хуже То есть в кино это не работает Как артист Имею в виду То, что это происходит Естественно Текст идет Звук И пишется И то, что вообще происходит На площадке Это должно быть Абсолютно быть Приближено Естественно К каким-то реалиям Даже если это Фантасмагория Даже если это Какая-то Сюрелистический Какой-то фильм Даже если он мистический Все равно Подача Не такая Немножко пафс Честно, конечно, утрирую В современном театре И очень много есть Таких историй Как, предположим Режиссер Богомолов Который тоже работает В театре и в кино И он в театре Стремится Тоже дать Такую почти Безинтонационную Картинку Которая Что, предположим Там монолог Говорится Вообще фактически На одной ноте Но там работают Другие механизмы И все равно Артист вынужден Говорить на опоре Ну и так далее Куча каких-то Вот таких Кухней Тонких моментов Которые нужно учитывать И, конечно, кино Это монтаж И особенно кино Современное Оно, в общем По сути своей Строится на монтаже Когда можно Сто раз подрезать Крупный, средний план Общее И из этого Создается картинка И режиссер Тая команда Она лепит Это Дело Даже Что бы там Не сыграли артисты Как бы то ни было То есть Это просто Разные вообще Принципы Существования Как такового Да Но Конечно Тут вот Вы мне задавали Когда вопрос Такая мысль Вдруг у меня мелькнула Про кино И про театр И вдруг я думаю Ну вот Фассбиндер Но это же театр Но это же не кино Все его фильмы Почти Это театр Во-первых Единство места И времени Да Такие закрытые пространства Иногда вообще Происходят закрытые Иногда Тогда были Так назывались Да Комбинированные съемки Сейчас они уже так не называются Но это абсолютные Вот там Тоже мы в коридоре Там беседовали По тему Жанна Жанне У него есть У Фассбиндера Фильм Коррель де Брест По Жене Снятый Там все снято Абсолютно Такие даже не павильоны Такие декорации Театральные Прям намеренно Напыщено И свет Очень часто он использует Такой же То есть просто вот Театр Театр Но это вот такое Какое-то кино И это гениальные фильмы И так как снимал Он никто Никто не может Больше сделать А Догвиль Ларса фон Трира С этой Театральной Словно Абсолютно Вот театр В театре Просто вот Ходит она По этим Даже прям Расчерченным Линиям Да И снимается Это вот там Камера Движение за артистом Просто И такой Черный кабинет Вот просто Вот такой театр В театре Но ведь может быть И такое кино Да И оно вот существует По каким-то Вот таким Каким-то хитрым Законам Там уже стык жанра Да Поэтому Вот тут Все очень Так неоднозначно И не можем Мы так Это все разделить А нашим слушателям Я хочу сказать Что про Жанну Жанне Мы не зря заговорили Что наша собеседница Диссертацию защитила Одну из двух Диссертаций По этому Замечательному Французскому Драматургу И писателю И поэту Ну а Сюда я понимаю Вот в наши Латвийские пенаты Вы буквально там Ну не то чтобы Ночью переходили Границу там Через леса И колючую проволоку Но тем не менее Прорвались В начале июня И Совсем скоро То есть буквально За месяц Был поставлен Спектакль Пиковая дама Который Ну премьер его Состоится в конце июля Ну он еще не поставлен Конечно Но то есть пока Все готовилось Как-то все происходило Сначала так С какими-то Пробуксовками Потому что Сама Это такая Авантюра В общем В какой-то степени Да Взять и с нуля И сходу И с Артистами С которыми ты Почти не работал Раньше Там Кроме Вот в данном случае Рихард Лепперс Играет Мы с ним как раз Снимали кино Полтора года назад Он снимался В главной роли у меня И поэтому Сейчас он Конечно И сейчас И в театре Вот И Да Это конечно Очень сроки Невероятно Быстро Мы это все Сейчас пытаемся Сделать Потому что Понятно Что нужно успеть Летом И понятно Что нужно успеть Все-таки в сезон Чтобы Какие-то люди Которые тоже Прошли через границу Или прошли Через другую границу Или каким-то образом В плавь может быть добрались Не знаю Ну и конечно Публика Риги Юрмлы Латвии Вот Поэтому все Мы немножко спешим Мы конечно Немножко спешим Но Честно сказать Боюсь прям Сглазить Но Мне кажется Что мы на какой-то Такой Как это у нас Сбитая такая Получилась команда Куда-то мы движемся И В общем Все так Надеюсь Что Успеем К нужному Моменту Все собрать Потому что Такой спектакль Он получается Ну Так я всегда Этим увлекалась Синтетическим театром Скажем так Где Драма Соседствует С музыкой Не просто с музыкой А с оперой С современной хореографией То есть Это такой Стык искусств То есть Это Еще раз просто Напомню Нашим слушателям Пиковая дама Повесть Пушкина По которой кстати Была и Ну вот Опера Чайковская Будет ли это Что это получается Синтез Оперы Спектакля Ну Синтез Это может быть Громко сказано Но Синтез Не хочется мне конечно Карты все раскрывать Но опера будет О И Такое необычное место То есть Мы в принципе Привыкли Что действия Ну всегда Театральные Какие-то такие Премьеры Происходят в Риге А На сервис это будет В Юрмале В Дуболты Вот почему именно Буквально на берегу моря Идея такая Сделать Может быть Такую Камерную Такую Постановку Идея вообще Родилась Год назад Здесь же В Юрмале С моими Друзьями Что-то мы разговаривали И такая возникла тема Юрмала Она же как город Она Он Город Юрмала Появился Как дачи Он изначально Собственно И строился И вообще Это были дачи И потом уже Как-то превратился В город Но тем не менее Даже если мы Прогуляемся Естественно И все знают То это в общем-то Это дачи Это какие-то домишки Это виллы Это То есть какая-то своя Такая жизнь Вот дачная Как она была Она до сих пор И протянутая Мне кажется Что даже большинство Рижан У которых есть там Домик В Юрмале Или квартира Зимой не приезжают Как-то Да Стараются не приезжать То есть все-таки Это лето Это какая-то история Про лето Про дачу Про жизнь Так вот А в свое время В начале прошлого века Идея дачных театров Вообще Эти дачные театры Это было Очень такое Авангардное явление То есть Предположим Под Москвой Существовало В таком месте Как Малаховка Был дачный театр Который был Невероятно знаменит Где выступали Шаляпин Фаина Раневская Начинала Молодой Еще там И Дачники Которые снимали Дачи Или у кого Были Значит какие-то дачи Жили там В этих местах Приходили на эти спектакли И многие столичные Жители Приезжали на электрички Специально Из Москвы Чтобы посмотреть Вот эти постановки Которые шли В дачном театре Там вообще сложная история Этого театра Его там пару раз поджигали В общем В итоге конечно Его зажгли под ноль И в общем Понятно было Что уже ближе К нашим временам Для того Чтобы получить Видимо Какие-то места Под застройку Ну как это у нас сейчас Вот Но это вообще Знаменичшее место А еще Может быть Более знаменичшее В каком-то смысле Место Было в Терриоках На берегу Финского залива Под Петербургом И Тоже придумали Такое Организовать Дачный театр Команда Это вообще Придумала Жена Блока И она была Вдохновительницей Вся этой истории И Там в этот Театр Приезжали выступать Горький Маяковский Блок Сначала он Кстати скептически Относился К идее жены Потому что она была Актрисой Вот она все это Придумала И как-то скептически И Главным режиссером Там стал Немного не менее Как Мир Хольц А почему Это все было Такое Авангардное И Такое Самобытное Потому что Это был театр По их задумке Свободный театр В котором можно было Делать то Что нельзя было делать На столичной сцене В смысле Цензуры То есть они могли Экспериментировать И делать что-то Совершенно новое И другое И в этом смысле Там был художник Сапунов Который потом Утонул Это была трагедия Для этого театра То есть это Тоже еще отдельная Какая-то Тема Но это известнейший И потрясающий Художник-сценограф Того времени Были невероятные Декорации В общем они Придумывали там Разные ставили Спектакли Все это было Совершенно неожиданно Опять-таки Туда стекалась Публика столичная И разных Которых хотели Все это посмотреть Мир Хольц Невероятно увлекся Его потом там За уши Невозможно было Оттащить Значит от этого Всего мероприятия Так что Как тема Она Невероятно интересна И она умерла И это в общем-то Возрождение Какой-то вот такой Вот идеи Да Создать Вот этот летний театр В котором Можно как раз Экспериментировать Что-то делать Другое Что-то делать То что хочется Не вне рамок Каких-то столичных Стационарных Больших театров И что-то такое А прокамерность Конечно В момент пандемии Что мы еще можем Я знаю Что Также Вроде бы Должна была Принимать участие В постановке Светланы Иванникова Но Там Я понимаю Что сейчас Еще под вопросом Да То есть Она Находится сейчас В Москве Да Она находится В Москве И поэтому Как бы В связи с тем Что она находится В Москве Ну как Ну это тоже Там такой момент Сложный Она конечно Переживает Печалится Надеется Вернуться Может В общем Ну думаю Что как-то Это Решится Мало Да Решится Но мало Времени Поэтому В общем Пока Как бы Так Сейчас Мы наверное Сделаем Небольшой Перерыв Маленькую Паузу После чего Вернемся И продолжим Программу Синема В которой мы Сегодня В нашей студии Режиссер Мария Д. Валюков Ну и Говорим мы О новой Постановке Спектакля Пиговая дама Который будет Показан В Дублте В Юрмале Продолжается Программа Синема Я напомню Что сегодня В нашей студии Режиссер Мария Д. Валюков И мы говорим О постановке Пиковая дама Спектакль Который Вбирает себя И какие-то элементы Вот Как мы уже выяснили Так тихонечко С намеками И оперы Чайковского И понятно Что наверное Это одно из самых Ведь популярных Я имею ввиду Вот по экранизациям По постановкам Произведения Александра Сергеевича Который был Наверное Ну ни одна Другая вещь Пушкина Не была так популярна За пределами России Вот этот сюжет Вот даже Ведь переводили И Проспер Мэри Мэй На французский В общем-то Это Ну такой имел Большой успех Вот всегда Когда Постановка Уже Как Словно говоря Гамлет Которого играли Миллион раз до тебя И вот Где сделать паузу Быть или не быть Вот в чем вопрос Там На вас давило Вот это вот То что были постановки Петра Фоменко И недавние Павла Лунгина Фильм И Игоря Масленникова Где вот Гроль Герман играл Проскурин Виктор Проскурин Вот это давило Знаете Вот Честно Нет Вообще У меня какое-то Видимо Своё Не знаю Этот спектакль Не будет Похож Ни на что Ни на какой Из перечисленных То есть Это так Сложно Да Ты вдруг Вдруг Тебе кажется Что вот Что-то такое В тебе Возникает Какая-то Знаете Как мелодия Вот что-то Какую ты чувствуешь Тему И ты Чувствуешь Ты понимаешь Как это сделать Тебя Вот между прочим Тарковский Говорил Что Перед тем Как делать фильм Он его видит Целиком Вот до того Вот он его целиком Видит Внутри себя Да И потом Он его снимает И только таким образом Пока он не видит Его целиком Как форму Он не может Его снимать И таких Режиссёров Ещё Гениальных Может быть Пару-тройку Может быть Читает Который Вот так же Работает Вот с формой Да И У меня Честно говоря Это не потому Что я там Какая-то А вот Я по-другому Вообще не умею Пока я не вижу Целиком Как это будет Да А дальше Ты уже просто Это делаешь Потому что Оно у тебя Внутри Как-то существует Поэтому честно говоря Нет На меня не давило Но возникла Вся эта история Как раз Вот От Виктора Проскурина Который Был моим Близким Другом Дорогим Очень Очень Человеком Безвременно Ушедшим От нас Буквально Несколько дней Назад 30 числа Спектакль Посвящен ему Потому что Он считал Роль Германа В Экранизации Если так можно сказать Ты тоже Экранизации Не назовешь Там у Масленникова Совершенно Тоже Своя Манера Опять-таки Подача Материала 82-го Да Проскурина Прощается Как-то Не знаю Может Сейчас Придумываю Вот И Закончили мы Эту беседу И что-то Я опять Вдруг Села Пересматривать Этот фильм Который Мне Опять-таки Не потому Что он уже Там Устарел Хотя Конечно Это уже Немножечко Так Прошлый век Во всех смыслах Кинематографический И там Алла Демидова Она Рассказчик И вот Она значит Долго Ходит По каким-то Аллеям Своим Волшебным Голосом Что-то Долго Рассказывает Тех Пушкина И какие-то Небольшие сцены Играются В которых Кстати Восхитительно Играет Виталий Соломин Томского С которым Мы тоже Работали И кстати Даже у нас Были совместные Гастроли В театре Да В свое время И потом И в Венсполсе И в Леопай Играли спектакль И вот И тут значит Играет Соломин И Смоктуновский И Чекалинский И боже мой Там три фразы Но как То есть Это просто Какое-то Удивительное Совершенно Явление Вот И по форме Конечно Этот фильм Он так Что-то Вот это Не знаю Вот этот Рассказчик Это какая-то Такая в советские Времена Были такие Как радиомикрофоны Такое Немножечко Вот Сейчас это Конечно Все уже не работает Но Только из-за Этих вот сцены Вот этих Потрясающих Актерских работ Вот можно было Это Все Пересмотреть И посмотреть И чем-то Я не знаю И что-то меня Снова вот это Вдохновило И разговор с Витей И И вот это Вдруг я посмотрела И я поняла Вот оно Вот что-то И тут началось Вот это Какая-то Как знаете Такую Воду На которой Нет волн Такой Штиль абсолютный Вдруг бросить Камешек И пошли Такие круги Вот во мне Начали возникать Эти круги И что-то Такое Произошло В общем Сейчас Есть что Есть Такая история А говоря Вот про Виктора Проскорина Ведь ему Как-то Мне кажется Ну Буквально Вот не повезло С Этим Периодом Вот То поколение Актеров Которые Засияв Вот Перед Девяностыми Когда вот Рухнул Кинематограф Вот в принципе Вот Им наверное Было очень тяжело Пережить Это Исчезновение Какого-то Качественного Добротного Респектабельного Кино И Многие ведь Актеры Кто-то соглашался Играть Какие-то Ну Проходные Какие-то Очень Унижающие Для многих Достоинства Роли В дешевых Комедиях Там Чуть ли не С раздеванием С какими-то Кто-то Вот брезгливо Отказывался И практически Оказывался Исключенным Из профессии Мне кажется Что вот это Вот Много Не раскрылось Много Несыгранного Было Из этой Ямы Провальной Да Вы конечно Абсолютно Правы Это действительно Думаю Просто Трагедия Для Тех Такого Уровня Сейчас нет Таких Просто Таких Нет Вот То поколение Которое Можно Перечислить Я уже Троих Перечислил Куда там Я не знаю Можно там Естегнеев Даль Я не знаю Тот же Олег Ефремов Но все Вот это Поколение Это просто Я не знаю Сейчас вот Может быть там Появляются Один Два Но и то То есть Это все А тогда это была Просто плеяда Плеяда Каких-то Но Таких Магикан Которые Сейчас вот Один за другим Последние остаются Я не знаю Полтора человека Уже может быть осталось Вот И конечно Виктор Который Посмотри Там жестокий романс Выживатого Как он играет Рядом Пардон С Алексеем Петренко С такой Глыбой Мощью С таким Просто вообще А он Видите Он же был Мне по плечу Он уже крошечного Роста Но она Все равно Конечно Энергия И сила И воля Это Было Несравнимо Но все равно Рядом Вот с такими Даже Вот И старший И как-то Актерами Да Более Такими Обладающими Какой-то такой Другой Харизм Другим Каким-то Может быть Как сказать Энергетика Какая-то Такая Другая Но он Не уступал Петренко Не уступал Там никому И не то, что не уступал А просто Это все Вот на таком уровне Это очень-очень Высокого класса Было Артист Это сейчас Просто как пример Взяла Ну и те же Выйти замуж за капитана Который Вся Весь Советский Цельс был влюблен В него И просто Там Я не знаю Ну и так далее И тоже Влюблен к мужчину Как вот Такого сильного Как вот Настоящего Вот как вот Кажется Такой он Вот должен Ну и там Я не знаю Собака Баскервилли И того же Масленникова И как Ну все эти роли Это просто Какое-то волшебство А то, что в театре было Это когда С трех часов ночи Стояли люди Занимали очередь Чтобы купить билет На через месяц Или через два Чтобы посмотреть на Там Парень из нашего города И вор То есть это было Это Захаров не мог репетировать Действительно Когда Витя что-то такое делал Что просто Останавливали репетицию Потому что он Ну совершенно был Необыкновенный артист И конечно То, что случилось Вот В девяностые годы С ним и с другими Это была Трагедия И конечно Он вот Опять в силу характера Он не соглашался Ни на какие Вот эти проходные Ни на раздевания Действительно там Целая такая плеяда Была этих фильмов И кстати Определенные актеры Из фильма в фильм Туда переходили Понятно, что ради денег Но тем не менее Это было Да Были такие, которые Ни под каким соусом Делать это Не соглашались И конечно Это был Кошмар Потому что У Виктора Алексеевича Действительно И не было Работы И не было денег Было В общем Тяжело И там В какой-то момент Он выпивал сильно Потом как-то В конце Он уже женился На своей Последней жене Ирине Хонда Конечно Помогал И все Но все равно Это все было Очень непросто И очень страдал По работе Вплоть до того Что он Меня например Все время просил Когда я что-то делала Он говорит Можно я на репетицию Вот понимаете Можно я приду На репетицию Я ставила оперу В театре Саниславской Немировича Данченко По Джон Тавенера По Достоевскому Неважно И он пришел На репетицию А там Я такое Тоже сделал Соединение Драмы и оперы И драматические Артисты Когда его увидели А он уже такой Был тогда Сухенький И вдруг он Приходит Тем не менее Какая-то шапочка Тебетечка Он такой Все равно Он это он И вот он пришел И просто посмотреть На репетиции Что случилось С артистами Но другое все-таки Поколение Они просто У них там Перекрыло дыхание Они начали Как-то Потому что Это такой мастер Что они не могли Играть Могли ничего делать Но самое потрясающее Было потом Когда он потом По коридорам театра Театр большой Оперный Он при нем проходил Уходил Значит что-то такое Я возвращался Что-то проводил Чтобы там выход нашел И какие-то бабушки Тетушки Которые значит Там Ну дежурят В коридоре Или что-то там Где-то у костюмера И они только так А это Проскурин был А это Проскурин был То есть все равно На самом деле Вот это слава И вот это вот Какое-то восхищение Несмотря вот даже Не на эти какие-то Простые Тем не менее Вот так вот у зрителя И у артистов Оно все-таки оставалось И это счастье Что это все-таки было Потому что Это можно было увидеть Но по сути Я говорю Просто мечтала Даже на репетицию Прийти Вот так Ну и для многих Ведь актеров Сейчас Была И остается Еще непростая ситуация Потому что Театры закрыты Съемки Остановлены И ведь Для многих Я понимаю Это действительно Ну Убьет И по карману То есть Привычный Какой-то Заработок И Само ощущение Простое Того Что Вроде бы Ты сидишь без работы Вот как В России Пытаются ли актеры Потому что В Латвии Ну я знаю Что и по всему миру Пытались Всевозможные Устраивать спектакли Онлайн То есть У нас тоже Там были попытки Вот в Нашем Рижском Театре русской драмы Имени Михаила Чехова Делать Такие онлайн спектакли Ну Сложно То есть Это вот Я понимаю Что это скорее Может быть Даже не для зрителей А для самих актеров Чтобы они чувствовали Что они В чем-то задействованы В каком-то процессе Да Это правда В начале У всех Первую Там Не знаю Неделю Была Эйфория Типа Наконец-то Мы можем отдохнуть То есть Мы все время Что-то работали Куда-то бегали Да Какая-то Все время жизнь Ну актерская Она такая Нужна Но Но тем не менее Всем казалось Что они забегались Всем казалось Что мало времени С семьей Наконец-то Я полежу С книжечкой Или там Не знаю Поем Какую-нибудь Утку себе С яблоками Приготовлю Или еще что-нибудь Это была Первая неделя Эйфория А потом Конечно Такая депрессия Мне кажется Немножко наступила И все стали Кидаться Вот в эти Онлайн А давайте мы Что-нибудь сделаем А давайте мы Какой-нибудь клип Снимем онлайн Сначала Вот эти были Такие Хохотушки То есть Все смеялись Что-то делали И всем было тоже весело Ой, как мы придумали Ой, как это здорово А потом Понятно стало Что эта штука И сжила себя И что она То есть уже И посмеялись А вроде уже И не смешно А что еще сделать А больше ничего Попробовали Вот онлайн спектакли Честно говоря На мой вкус Да Оно Ну как-то Некачественно И я даже Более того скажу Буквально позавчера Что-то Все эти Артисты МХАТ Значит МХАТ Выставили Они сняли Сами Ночь Новый клип Тоже От безделия Все происходит Видимо Сами наложили грим Тоже видно Что сами И значит Какую-то Перефразирую Известную песню Там новые стишки И вот Значит Они Думают Это веселый Какой-то Клип А туда Вставлены Вот эти Куски Из Их Онлайн Вот этих Историй Которые были В начале Когда это Все происходило В начале Апреля Апреля Ни для кино Ни для театра Сделать И сколько Им придется Восстанавливаться То есть Если драматическим Еще как-то Лучше Или в кино Запуститься Все-таки Будет легче Но все равно Это с такими Сейчас провалами Потому что опять Потеряно было Столько денег И так далее То есть тут Сейчас будет Мне кажется И финансовая Такая Я в общем Эта история Ударила По культуре Сильная И Честно сказать Такая знаете Была у всех Какая-то Горькая Усмешка Или ухмылка Что мы Так между собой Говорили Что оказалось Что мы-то Как раз Меньше всех Оказывается Нужны Миру Вот такая Какая-то Грусть Печаль Но нет ли Такого Страха Что Вот эта Пандемия Она изменит Что-то В самом Зрителе Что зритель Тоже Вот Прилипнет К экрану Телевизора Смартфона И Для него Станет Какое-то Живое Общение Вот этот Момент Когда он Приходит В театр Ведь это Ну Целый Какой-то Ритуал То есть Вот С прогулкой По фойе С каким-то Ожиданием Шуршанием Программкой С этим Трепетным Ожиданием Когда погаснет Свет Ну вот Все это Что составляет Магию театра Вот Мне хочется Верить Что нет Потому что Те кто Сидит На этой Игле А это Допинг Настоящий Вот Это как Наркоманы С иглы Не сойдут Но не могут Потому что Это действительно Такой Обмен Энергии Такая Магия Ты заходишь В какой-то Как Волшебный Домик Как В сказку Потому что Там для тебя Открываются Какие-то Ворота Которые В твоей Повседневной Жизни Не откроются И ты их Не увидишь И ты не можешь Это прочувствовать А там Ты как будто Сам Где-то С ними Что-то Проживаешь И это Это Ни за какие Коврижки Нигде Ты не найдешь И честно Говоря у меня Есть одна Вот знакомая Которая Еще вот Я уезжала Из Москвы Она такая Вот театринка Вот это Вот я О них говорю И она Говорит Я не знаю Что делать Это уже Мне плохо Мне прям Плохо Плохо Все закрыто Мне плохо Люди Прям Знаете Как глоток воды Уже дайте Дайте Какой-то Всплеск И сейчас Кстати говоря Здесь Я рассказываю Кому-то В Риге В Юрмале Что будет спектакль И тоже Так как Давно Ничего нет И все говорят Да Мы пойдем Мы пойдем Мы так хотим То есть все-таки У людей Живые люди Они живые Да А вот у нас уже Просто очень мало времени Но я хотел затронуть Вот действительно Эту тему Диссертации Почему Жан Жене Почему театр абсурда Стали вот темами Ваших исследований Кстати вот Ну Нашим слушателям Напомню Что наверное Самая популярная Пьеса Жан Жене Служанки Которая в свое время В постановке Виктюка И с Константином Райкиным Которому сегодня 70 лет исполняется Произвела фурор В Москве И вот я сам еще Студентом Помню Что буквально Штурмовал Там ночь стоял Чтобы попасть На служанок Вот это Почему именно Не классический Академический театр А вот такой Необычный Вас привлек Это знаете Вопросы К самому себе Ты В себе Что-то Порой Открываешь Или вдруг Тебе кажется Очевидным То Что не казалось Существенным До этого Или даже Вообще казалось Что этого нет Вот тут Тот самый случай Потому что Я ушла из театра Тоже это был Такой синтетический театр Вот откуда Это все идет Изначально Театр Кудряшова Был такой Сейчас такой Известный педагог А тогда Это вот был Первый театр Полумюзикла Ну мюзикл В данном случае Не точное слово Потому что Там участвовали Такие знаменитые Композиторы Как и Дашкевич Гладков Они писали Для спектакля Там Ким И там был Висбор И был Галич Галичу посвященную Спектаклю В этом театре Который Спектакли Вообще Закрыли То есть КГБ И все такое То есть Это было То есть Чуть дома Его как раз Появление Ну то есть Такая была История Вот И то есть Это конечно Не имело Никакого отношения Ни к жене Ни к театру Абсурда Вообще Ни к чему И никому Вот А потом Просто так Получилось Я не знаю Как-то Там еще Факультет психологии Там еще У меня Затесался МГУ В жизни И что-то Я начала Какие-то Философские мотивы Так меня одолевали И Когда Появилась Возможность Поехать В Париж Вот Заниматься Чем-то Таким Мне интересно Был Вот какой-то Такой Стык Искусства Я говорю Я все время Вот ищу Эти какие-то Стыки Потому что Мне кажется Что мир Настолько Неоднороден Вообще Ничто Неоднородно Как бы нам Как бы нам Не казалось Какой бы Монотонной Нам не казалось Жизнь Какой бы Монотонной Мы не пытались Ее где-то Вести И это Кажемость Все Потому что У всего Есть какие-то Другие Моменты Внутренние Или где-то Мы просто Не видим Да Или не хотим Их слышать И так далее И вот Я поехала В Париж И придумала Такую тему Изначально Занималась Бекетом Театром Абсурды Как раз Потому что Все его пьесы Они Построены На обрывках Обрывках Фраз А что стоит За Этими Обрывками Или что Будет после Или что Недосказано И что Где-то Услышано И может быть Не сказано Вот это Интересно Можно ли Что-то Вот Кажется Всегда Театр Это Занавес Сцена Вот Что можно Еще Придумать Куда Дальше Идет Театр Не Вытесняет Ленин Ну Мы Все помним Что Там Со времен Еще Москва Слезам Не верит Что Все Убьет Телевидение Сейчас В принципе Говорят Что Да Вот Развитие Технологий Интернет Забирает Тем не менее Вот это Живое Искусство Остается У него Есть Будущее Если Вот Опять Люди Все Разные Может Опровергнуты Многие И так далее Потому что Есть много Моих Даже Каких-то Знакомых Которые Утопично Смотрят На Ситуацию Особенно В связи С тем Что Вот Сейчас Когда Все Это Произошло С Эпидемией Когда Все Закрыли Когда Все Ушли В онлайн И стали Вдруг Так С печалью Опять Так Говоришь Ну Все Сейчас Начнется Другой Точно Мир Будет Другим Мир Будет Другим Ничего Не Вернется Вот Мы Уйдем Все В эту Историю Какую Интернета А Я Так Верю Греков Насколько Веяние Вот Современные Политкорректности Могут Ну Влияют Ли они На Современные Театры На Современное Искусство Учитывая Что Ну Какие-то Герои Выходят Из Моды Мы Все Знаем Что Там Ну По Другую Сторону Океана Сейчас И Унесенные Ветром Оказались Вне Как-то Ну Под Ударом И Тома Сойера Изымают Из библиотек Ну Что Там Вот Слово Негр И Там Все Это Показано Как-то Не Очень Хорошо Вот Эти Вот Современные Тенденции Вот Как Вы Воспринимаете Я Как Жуть Воспринимаю Но Опять-таки Мне кажется Что Все Настолько Циклично И Все Настолько Опять-таки Имеет Свой Срок Когда-то Начинается И Когда-то Заканчивается Как Такие Все Какие-то Фазы Один Китайский Мастер Мне Сказал Что В Китае Считается Что Цикличность Это 300 лет Они Все На 300 лет Это Глобальная Такая Цикличность Делит Через 300 лет Точно Совершенно Происходит Какая-то Полная Смена Полная Смена Вот Но Тут Так Мы Говорим В общем О вещах Может быть Более Таких Близких И Простых Я думаю Что Цикличность Будет Не столь Велика Вот Потому Что Предположим 150 лет Назад Памятники Кого Сейчас Обливают У них Свои Были Понятия О жизни Никто Их Не Не Шел Против Потому Что Все Жили В каких-то Таких Рамках В каких-то Таких В неком Таком Бытии Условном Которое Было Зафиксировано И для всех Это было Нормой Потом Предположим Революция Произошла К примеру Позже Уже Конечно Бац Другие Какие-то У нас Обстоятельства Ну и Соответственно Так далее В 50-е годы Еще Опять Была Новая тема И все В это верили Каждый раз Все верят В новое Поэтому Сколько продлится Эта цикличность Я не знаю Но буду думать Что она будет Коротка Ну что же У нас в студии Была режиссер Мария Деволюков И Кстати Если вы Заинтересовались Пиковая дама Спектакль Смотрите Ищите В Дублте В Юрмале Будет такой Дачный Театр Спасибо большое Вам И удачи вам Всего доброго Спасибо большое Спасибо Спасибо